Друзья, день добрый! Ну, вы сейчас на канале Аналитика Андрея Верникова. Моя фишечка какая? Разные спикеры, разные темы, потому что навеститься это не только акции и облигации, это еще и монеты, и недвижка, и крипта. Все это у меня освещается и есть в Телеграм-канале, ссылочка в описании. В этом видосике я поднимаю тему, какая машина у Сергея Дроздова. Не надо к этому относиться очень серьезно, это просто люди спрашивают, ну, столько раз спрашивают. Мы пытаемся разгадать, судя по салону, где сидит, на чем он ездит и прочее, поэтому мне пришлось его спросить. Хотя меня эта тема абсолютно не волнует, но мы работаем, мы выполняем ваши хотелки. Поэтому, интересно вам, какая машина у Дроздова? Пожалуйста, Сергей сейчас подробно расскажет, какая у него машина. Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Хотелось поговорить про ситуацию, про ту возню, которая происходит сейчас на рынке. Как раз она в плане того, что ты говорил в прошлый раз, что еще недели-полторы-две у рынка и есть, перед тем, как упадет вниз. Ну, по сути, да. Напомню, идеи с рынка уходят в виде дивидендных историй, последние отыгрываются. Попробуют в отдельных бумагах закрыть дивидендные ГЭПы побыстрее, но в каких-то уже закрыли, какие-то могут и не успеть. И по индексу Мосбир закрылись на 2,800. Пока никаких технических моментов для коррекции прям четких нет, но, тем не менее, рынок, конечно, забрался высоковато. Но справедливо высоковато он забрался, надо сразу отметить. Много раз мы с тобой говорили, что ситуация даже в начале текущего года, где-то декабрь месяц, декабрь, январь, она сильно отличалась от того, что было в прошлом году. Я имею в виду техническую картинку. Она уже была больше за рост, чем за снижение. Ну, понятно, что работал еще эффект низкой базы. Многие там удивлялись, что почему рынок растет, ну, по разным причинам, техническим в том числе. Ну, и плюс, конечно же, если фундаментально смотреть на какие-то моменты, ну, если послушать то, что на форуме на питерском говорили, ну, действительно, экономика выстояла, соответственно, и даже прогнозы дают то, что она там подрастет. Ну, понятно, что с низкой базы можно подрасти, естественно. Сверх каких-то результатов вряд ли мы покажем. Но нужно учитывать то, что бумаги были действительно на низких уровнях. Поэтому как-то вот так. Но еще один есть нюанс. Мы тоже, по-моему, с тобой это обсуждали. Причем несколько месяцев назад. Рынок-то российский еще несколько месяцев назад вышел. На так называемую бычью территорию. То есть, фактически, у нас с точки зрения техники бычий рынок уже несколько месяцев. Поэтому, если коррекции и будет, да, то вряд ли без геополитических каких-то негативных моментов она будет прям какой-то глубокой а-ля там осень прошлого года. Вот для того, чтобы было как осенью прошлого года, нужно что-то прям из ряда вон. С точки зрения геополитики. Нам очень сложно оценивать геополитику, потому что мы же все-таки финансисты. Вот, например, Сергей Караганов, известный политолог, который включен в список ста наиболее влиятельных интеллектуалов мира. Единственный из «Россиян», кстати, да, журнала «Форум Полиси», сказал, что неизбежен ядерный удар России по Западу. Просто он неизбежен. Ну да, слушал я вчера в передаче «Международная панорама» его интервью, выступление. Но не хотелось бы, честно говоря. Но наш фондовый рынок, он имеет какой-то иммунитет от этого? Нет, конечно. Если что-то подобное будет происходить, естественно, мы упадем. И не только наш рынок. Упадут и американцы моментально, и все остальные. При таком вот, ну, а-ля там «Карибский кризис», да, 2-0. Если даже такие наметки будут, естественно, это будет все держать рынки в напряжении. Безусловно. Понятно. Ты знаешь, вот я как работаю, я посмотрел. Недели две назад я продал половину «Газпрома». «Газпрома». Нормально. Там цена была 181,5. Потом я удачно спекульнул на «Сургуте». А на этой неделе я ничего не делал, только купил по 25 тысяч биткоин. То есть у меня нет сделок каждый день. А у тебя что? Ну, у меня тоже их нет каждый день. Я то, что в начале года покупал, все продал за исключением, наверное, не наверное, а за исключением «Сбербанка». Вот. Поэтому «Сбербанк», поясню, да, почему я не стал продавать, хотя риски коррекции сохраняются, и «Сбер» тоже может откорректироваться. Но в «Сберии» есть очень усиленная идея с фундаментальной точки зрения. Поэтому какая бы там какая коррекция была бы, все это дело в любом случае будут выкупать. Ну, за исключением, да, вот этих нега каких-то негативных новостей. И поэтому, если такое произойдет, ну, в любом случае будем... Для начала надо, чтобы коррекция вообще началась. Вот. И когда она начнется, будем уже смотреть, замерять силу рынка и на каких уровнях что покупать. Но я как бы буду долю «Сбербанка» увеличивать. Понятно. У нас есть интересная зрительница по имени Елена. Тут у меня на чашке написано «Лена избранная, светлая, солнечная, добрая, жизнерадостная, эмоциональная натура». Вот. Если есть, Лена, то, пожалуйста, ставьте лайки. Как тебе, Сереж, такой подход? Ну, не знаю. Наверное, хороший. Хороший. Ну, по-доброму, по-доброму все. Понятно. По индексу Московской биржи все-таки есть какие-то уровни сопротивления сейчас? Да, есть. Ну, они очень-очень близко все расположены. Что там у нас? 2830-2835. Ну, и далее у нас там район 2920-2930. Вроде бы как-то так. Понятно. Ну, для того, чтобы начать снижаться, ну, как-то уже говорить о том, что снижение началось, нужно уходить ниже уровня 2700. Вот пока мы туда не уйдем, ни о каком-то снижении, о разговорах говорить, наверное, не приходится пока. Понятно. Может такое, как бы сложится впечатление ложное, что мы с тобой апологеты падения. А мне лично вообще все равно, в какую сторону идет рынок. Главное, чтобы он на месте не стоял. Ну, на самом деле и в более спокойные и жирные времена коррекция – это нормально. То есть, как бы падение. Просто люди по-разному, да, называют. Кто-то для хайпа, там, обвал, еще что-то. Ну, какой-то легенький там чих на рынке называют обвалом. Рубль там ушел на 30 копеек, на 50 или на рубль. Не в ту сторону. Все, тоже обвал. Но на самом деле это нормальный коррекционный откат. Понятно. Что нового у тебя в Телеграм-канале? Сейчас правда ли летняя затиша? Ну, потихоньку просто рынок, когда на рынке нет каких-то действий, да, прям, хороших движений серьезных, да, по широкому рынку, по всему спектру бумаг. Ну, понятно, что, как бы, люди так смотрят на это, на все уже чуть-чуть там по-другому. Активность снижается. Ну, и плюс к тому тоже тут нужно понимать то, что, когда вы с начала года заработали неплохие там суммы, процентов 30, например, да, может, кто-то больше заработал в зависимости от своей стратегии. Нужно еще уметь вовремя останавливаться, если ваша стратегия не подразумевает держать бумаги там годами. Но для держателей бумаг годами у них тоже есть своя ловушка. Ну, вот люди, которые покупали там в 20-м году, может быть, раньше, в 21-м, видите, на самых максимумах рынка мало кто захотел фиксироваться. Считали, что это будет еще выше, еще, еще, это, знаешь, как в мультфильме про золотую антилопу. Ну, и в результате получилось так, что там застряли на достаточно высоких уровнях. А усреднять они в 22-м году не захотели, потому что тоже, послушав всяких товарищей, которые пропагандировали, что там усреднение убило там больше трейдеров и инвесторов, чем Холокост, вот, не стали. Но на самом деле усреднение, да, в трейдинге и в инвестировании, это вполне нормальная история. И слушать... Не-не-не-не, Сергей, я с тобой совершенно не согласен. Усреднение... Ой, Андрей, сейчас мы с тобой будем в дебаты вступать. Просто я могу сказать одну штуку. Усреднение в инвестициях – нормальная история. Усреднение в трейдинге – это порочная история. Разный подход совершенно. Ну, я с тобой не соглашусь. Если человек торгует, к примеру, среднесрочно, да, вот как набирается позиция, да, в какой-то бумаге. Ну, допустим, если человек знаком с какими-то азами хотя бы технического анализа, вот началось снижение, да, подходит цена к какому-то уровню. Человек начинает покупать, там, первую часть. Уровень прошел, цена прошла, и дальше идет, там, допустим, к важному ключевому. Ну, там нужно, да, купить по-любому. Вот. Поэтому мало кто покупает прям сразу всем объемом на одну бумагу, ну, по какой-то цене. Разные просто подходы. Я просто к тому, я основываюсь на своей, там, многолетней практике, хочу сказать. Тут тоже, смотря что усреднять, и смотря, да, какого класса бумаги. Если кто-то, там, в свое время застрял в «Газпроме», да, там, куплен был, там, по 300, там, плюс, ну, где-то по 150, почему бы было бы и не усреднить, к примеру. Тут тоже нужно, как бы, думать. Просто на рынке бывают разные этапы, да, и разные форс-мажоры. И в этих форс-мажорах вполне себе это рабочая история. И на спекулятивном даже уровне, когда люди торгуют интродэй, они тоже там добавляются. Поэтому вполне себе, ну, вот если вы усреднение... Рабочая история, согласен, да, инвесторов. Ну, поэтому... А в спекулятивном истории это совершенно другие подходы. Там жесткий стоп и до свидания. Да нет, если микропипсами заниматься внутри дня, ну, тогда, да, жесткий стоп. Но в остальных случаях усреднение имеет место быть. Я знаю, что... А рассказывают о том, что, да вы что, это прям какая-то порочная практика. Но те, кто, допустим, не усреднял в этом по полторы копейки, да, а покупал там по пять копеек, вот будет очень долго ждать эти там пять копеек, к примеру. Сергей, ты время от времени пускаешь шпильки разным участникам рынка. Они делали то-то, то-то, они делали неправильно. А я еду на конференцию Smart Lab, и вдруг меня начнут там метелить, а? И для тебя, между прочим. Нет, я никого шпильки не пускаю. Я просто рассказываю о том, что есть в благосфере. И там много неправильных моментов. Потому что я общаюсь там со своими подписчиками, и они говорят, тот-то сказал, этот сказал, вот этот так сказал. Но этот и тот, они сказали для определенного хайпа. Или от отсутствия там должной компетенции. Но рынок и жизнь показывают, что все по-другому дело. Ну, вообще дела обстоят. Так что и усреднение, и еще какие-то нюансы вполне имеют место быть. Нужно просто грамотно к этому подходить. Ну, хорошо. Если меня будут бить, я тебя вызову по телефону. Приедешь? На сапсоне. Ну, на самом деле, вот я еще раз повторю. Когда я начинал работу на фондовом рынке, когда смотрел еще по РБК разных экспертов, выделил прям там для себя там, ну, наверное, трех, может быть, четырех. Ну, чисто. Но не то, что интуитивно. Тоже там анализировал, что люди говорят, как они себя ведут и т.д. и т.п. И я на этом учился. Ну, с одной стороны, мне это помогало. Но спикеров было меньше. Сейчас их великое множество. И попав на канал к какому-то абсолютно некомпетентному товарищу или товарищу, который просто хайпует, ну, люди несут убытки, делают неправильные вещи. Вот я о чем. А я думаю, у них такая стратегия. На самом деле, они понимают, что пока человек не обтисался, первые три месяца нужно ободрать по максимуму. Но потом все равно уйдут. Поэтому они особо без комплексов. Ну, очень плохо, наверное, определенная какая-то... Какой-то определенный... Если ты чего-то не знаешь, лучше, наверное, об этом не говорить и высказывать на этот счет там свое мнение. Но у них стратегия недолгосрочная. У них краткосрог ободрать и все. Ладно, по поводу нефти. Она подошла к определенному сопротивлению небольшому. Красная линия на графике. Но вместе с тем это боковая динамика. Что ты думаешь? Ну, боковая динамика, да. Но, тем не менее, все-таки лето, возможно, вторая половина будет неплохой историей для нефти. Здесь в боковике как идет работа? Боковик, он и в Африке боковик. И нужно смотреть на пробой границы боковика. Вот когда пробьет границу боковика цена в ту или иную сторону, инструмент обычно растет на ширину этого боковика. А в боковике все, с какими-то стопами покупать нижнюю границу и продавать вблизи верхнюю. Отлично. По-другому не получится. Постоянно тебе задаю вопросы про золото. Ну, потому что меня золото больше все волнует. Ну, 1900, там сколько у нас, 1980 надо проходить. Я не посмотрел, честно говоря, как золото закрылось. 1972. Ну, вот. Поэтому, если вот для тех, кто занимается именно трейдингом, покупка на лонг, да, пробой в 1983. Продолжая ленинградскую тему. 1972, у меня опять началась кружиться голова, да. Рок-н-ролл. Ну, ладно, это все мелочи. Золото или серебро? Ну, я как бы не любитель ни того, ни другого, честно говоря. Но, с другой стороны, да, в определенные периоды времени на рынке бывают моменты, когда инструмент приходится, да, полюбить. Ну, потому что цена очень хорошая, и грех назойти на какую-то среднесрочную перспективу. Поэтому в прошлом году ГЛД покупалось, когда и золото было на низких уровнях, и рубль был более крепким. Сейчас для меня эта история не очень интересная. Не очень интересная. А все-таки, ты знаешь, были новости по Яндексу и ВТБ. То, что ВТБ Костин сказал, что не будет покупать Яндекс. Ну, слушай, тут у меня, знаешь, сложилось такое впечатление, как бы двоякое. С одной стороны, возможно, что они не собирались Яндекс покупать. Потому что он апеллировал к тому, что вот, биржевые котировки выросли, поэтому это сейчас дорого, Яндекс покупать неинтересно. Но такие покупки, они идут в основном не от биржевых котировок. Если кто-то кого-то собрался покупать, да, и котировки той компании там находились на более низких уровнях, там цена более-менее плюс-минус зафиксируется на тех уровнях, и все равно, куда там вырастает потом бумага. Ну, поэтому как-то так. Ну, если ты помнишь, и ты, наверное, помнишь, в 2008 году была очень интересная ситуация, когда Сбербанк выразил желание купить Opel. Ну, мировой финансовый кризис, котировки на низких уровнях во всем мире. И я тогда подумал, ну, сейчас ребята хвост Сбербанку покрутят немножко, подождут, пока ситуация в мире нормализуется, и скажут, да ну нафиг, а вот эта вот сама риторика о том, что Сбербанк будет покупать Opel, да, ну, она серьезным образом поддержала ценник. У нас многие понторезов. Березовский вот хотел купить Элит Алия к авиакомпанию. Якобы, якобы хотел. А вот по Яндексу... Обещать не значит злениться, да? Да, конечно. Ну, а что, вот этот самый, как его, такой страшный, в пиджаке красные баретки, что ли, Стас говорит, извините, грязи деревни уже, особняк я купил. Я купил, я купил у Пугачевой. Если ты что-то сказал, не значит, что это правда. Можно все что угодно сказать. А потом она приезжает сюда, живет там, он говорит, я ее пустил, так и быть, пускай поживет немножко. Мало кто чего говорит, мы живем в таком мире. Ну да, много там разговоров, ну, продолжаются разговоры о БТБ. Костин, да, выступил, знаешь, и подтвердил то, что около 400-400 миллиардов рублей по итогу года банк заработает. Ну вот с дивидендами как бы дал намек о том, что их не будет за 23-й год. Ну, это нормальная история для БТБ, поэтому как бы, что здесь сказать, почему люди там возмущаются. Комментарии всегда пишут там в Телеграме, вот, там кидок, там еще что-то. Особенно, что касается там электроэнергетики, всевозможных там компаний, когда Путин сказал, если я не ошибаюсь, Россетям, по-моему, да, так, выписал такую рекомендацию не платить дивиденды, а деньги направить на инвестиции. И народ сразу начал возмущаться. Вот почему, ну, давайте так, вы пришли не в институт благородных дивидийц, а на фондовый рынок. Когда вы что-то покупаете, нужно думать о том, что вы покупаете, и тщательней подходить вообще к этой идее, к там, где есть вероятность, да, хоть какая-то невыплата, там, дивидендов, или вам вообще непонятно, что происходит в компании, наверное, лучше туда не заходить. Ну, вообще-то, честно говоря, немножко благородства до фонда рынка не помешало бы. Да это не то место абсолютно. А ты помнишь, в 90-х годах один трейдер неправильно сделал сделку, нажал на эту клавишу в системе РТС, конечно, еще, и потом написал сообщение, и ребята ему вернули деньги, все сделки были аннулированы. Ну, я в 90-е-е-то еще не торговал, и... Были времена. Были времена, да, и... По-моему, я слышал про эту историю, но, ты знаешь, когда я уже начал торговать, много разных было интересных моментов. Не помню, в каком году, тот же РТС, кстати, очень там сильно шпилькой вынесли. Вот. И причем, по-моему, наверх. И причем отдельные люди успели в эту шпильку зайти. По-моему, часть лонг, часть шорт, но им все эти прибыльные сделки аннулировали. Сказали, тут что-то у нас не сложилось, не срослось, поэтому давайте... На дворе мочало, начиная с начала. Ну, вот так вот. Хорошо. Давай поговорим про доллар на московской бирже. Умирающий актив, да? Да, зеленая бумажка, которая никому не нужна. Доллар по 35, доллар по 25. Это вот комментарии с моего YouTube-канала из Телеграма прошлого года. По 45. И реклама Гермеса, где уборщица так сметает доллары в кучу. Кому нужны эти грязные бумажки? Да, ну, вот результат. Ну и что сейчас? На лице, как говорится. Что сейчас? Мы ждем укрепления там на 78, 81 и покупаем там? Или что? Нужно посмотреть, где будет верхняя граница. Пока, как бы, позитивный момент, то, что все-таки от 85 мы отбились. Но для начала нужно, по крайней мере, по закрытию, да? Недели. Плавают, движутся. И внизу есть первая поддержка. Это район 83. Ну, пройдем, не пройдем, посмотрим. Очень мне не понравилась риторика Эльвира Набиулиной по поводу повышения процентной ставки. И, кстати, на вот уже уходящей неделе забыл, как фамилия. Там один человек из Сатарабанка. Орешкин. Сатарабанка, не Сатарабанка. Нет, нет, нет. По-моему, из Сатарабанка. Заботкин. Не Заботкин, кто другой, не помню. В телеге у меня написано, кто там. Сказал то, что все-таки ослабление рубля вносит весомый вклад в инфляцию. Знаешь, сколько я себя помню на фондовом рынке, ну, они все время открещивались от того, что ослабление рубля создает, да, какой-то инфляционный эффект. И тут все-таки сказали правду. Я даже, ну, так, было время свободное. Где-то два-три, наверное, заседания ЦБ назад. Они в своем телеграме открывают комментарии, ну, просят, чтобы все было культурно. И народ, значит, там пишет вопросы. Ну, и я решил тоже, понятно, что это глупость, но, тем не менее, написать вопрос там про рубль, про инфляцию, ну, что-то, что-то. Нет, нет, нет. Рубль и инфляция, это вообще две разные вещи. Ну, вот теперь они как бы уже сказали об этом. Удивительно. Ну, нет, удивительного ничего нет. Сказали действительно правду. Ну, хорошо. А представляешь, ты сидишь на каком-то хлебном месте. И у тебя задача, это не об этом, конечно, не развивать страну, а просто чем больше ты удержишься, тебе каждый день капает гигантская сумма. И ты на стуле будешь сидеть и говорить, ребята, все хорошо, скоро рассвет. Тебе вообще плевать. Главное удержаться на этом стуле. Что ты говоришь? Да нет, здесь просто у регулятора им естественно высказываться по поводу курса национальной валюты, да, ну, к примеру, здесь вот все, верхняя граница, здесь вот нижняя, неправильно, да, будет, потому что расшатают они свои риторикой еще больше ситуацию. Это нормально, то, что они не говорят и более так обтекаемо об этом рассказывают. Ну, и здесь они же ничего, ну, они просто сказали правду. И с другой стороны, когда Набиулина и остальные товарищи с финансового блока публично говорят, что нужно хранить все деньги, все свои сбережения в рублях, то есть там, где вы зарабатываете в той валюте, храните, ну, вот именно там в рубле, ну, конечно же, они лукавят. Вот, но они по-другому сказать не могут. Когда это будет выглядеть, если там Минфина, Центробанка скажут, не, ребята, храните деньги в иностранной валюте, ну, согласись, и здесь же надо тоже быть разумным человеком и понимать, что кто на своей должности может сказать, да, без последствий каких-то, в частности, вот в данном случае для финансового рынка или, как бы, не может. Ну, я примерно об этом и говорю. Да. Спускается сель с гор, сель с гор, все сметая на пути, а ты сидишь так вот на стуле, говоришь, у меня все под контролем, потому что, понимаешь, не волнуйтесь, у меня все под контролем, потому что каждый день сиди на стуле, это большие бабки. И большие бабки, и если ты министр селевых вот этих вот сходов, да, ну, первое, конечно, нужно предпринимать все меры для того, чтобы люди, да, не пострадали, но если, как бы, даже они приняты, ситуация немножечко пошла не в том русле, панику сеять тоже не нужно с другой стороны, потому что человеку вообще свойственно, как бы, ну, скажем так, устраивать определенные перегибы в своей риторике. Давай мы сделаем небольшой втопчик. У тебя остались фотоаппараты пленочные? по-моему, ну, если там поковыряться, вроде бы мыльница какая-то, Олимпус, возможно, что есть. Ты не хочешь мне ее подарить, нет? Если найду. Сдашь ты надписью? Если найду. То участник как раз нужна нужная тема, или хотя бы экспонометр на начало. Нет, экспонометра у меня точно нет. Я в свое время, год назад, наверное, выбросил советский увеличитель. Понятно. Не знаю, нужен он тебе был или нет, и глинцователь там в том числе. Ну, конечно, пригодится. Блин, жалко было, но пришлось. Ну, зачем ты это сделал, Сереж? Не знаю, просто. Я считаю, что самая душевная фотография это пленочная. У меня есть несколько пленочных фотоаппаратов, которые я уже купил сейчас, в современное время. И мне до коллекции нужен твой Олимпус. Ну, если найду. Найду. По поводу акции Татнефти, что ты хочешь сказать? Слушай, ну, хорошо, прям выросли. Даже необычно. Я их продал намного раньше. Ну, что сейчас сказать. 520, они уже на уровнях до СВО находятся. Поэтому здесь сейчас такая зона, от которой могут и откорректироваться. Единственное, что до отсечки там еще далеко. Поэтому вот такая история. Тоже вот история про низкую базу. Мы сейчас вообще в принципе акции покупаем. Вот ты сидишь, у тебя только Сбербанк, как я понял. Ну, так у меня до этого и Татнефт была, и Лукоил был. А сейчас? Сейчас только Сбербанк, да. А у меня много чего есть. Но сама общая доля акции небольшая. А акций много. Но упор у меня все равно на полюс и на Сбербанк по-любому. Так вот, скажи, на каких уровнях тебе будет интересен наш рынок покупать? Слушай, не могу сейчас вот так однозначно сказать. Потому что может, как я уже сказал, пойти все по лайтовому варианту, и будет один сценарий для покупки. А может пойти по более жесткому, на фоне каких-нибудь новостей. И тогда нужно будет это пересматривать. И дабы, чтобы не было потом в комментариях на твоем ютюбе, а вот, говорили же там, а тут все упало еще глубже. Поэтому я пока воздержусь об этом. рассказывать и буду действовать по ситуации. Как только что-то будет куплено в своем телеграме, на своем ютюбе и на твоем канале, я тоже об этом расскажу. Кстати, ты подписан на мой телеграм-канал? Мне кажется, он один из самых атмосферных таких душевных ламповых телеграм-каналов. Да, подписан. Что тебе в нем нравится, а что не нравится? Ой, ну слушай, не знаю, что я могу сказать, что-то мне не нравится. Хороший канал, у тебя свой стиль, у каждого же свой стиль, ты в своем стиле пишешь. Здесь как бы не мне оценивать, а, наверное, подписчикам твоего канала. Так, мне очень нравятся ламповые, так сказать, всякие фотографии, вот старые прогнозы ламповые, душевно, чтобы спикер сказал, а я вот купил то-то, то-то, вот, потом зафиксировал прибыль, то, что он не говорит, допустим, где-нибудь на РБК-ТВ, а потом купил машину, допустим, так лампово говорит, вот, ну так, что-то такое интересное ламповое. Не знаю, как прокомментировать еще это. Вот, а тут-то говорит, у меня денег нету, я езжу на электричке, вот, но сейчас коплю на машину. Ведь помнишь, Тимофей Мартынов-то, вот, первая крупная покупка у него была машина, Киарео, если помнишь, с трейдингом. Ниссан Тианда, насколько я помню. Нет, еще до этого было Киарео, когда он был совсем бедным. Киарео была первая машина. Вот он... По-моему, в те времена не было еще Киарео, насколько я помню. Было, только предыдущее поколение. А, ну, может быть. А, ты что, Сережа, ну, ты что? Было, все было. Вот. Поэтому мне очень интересно, вот что ты покупаешь на вот эти деньги, которые зарабатываешь? Интересный вопрос. Не знаю, как перечислить все, все, что покупать. Не, на самом деле, смотри, давай, перечислять не буду, но я скажу, один умный вещь скажу, да, только ты не обижайся, как в фильме. Когда вы, ну, на каком-то этапе что-то там, какие-то суммы зарабатываете, немножечко, по чуть-чуть, безусловно, нужно себя там чем-то баловать. Вот. чтобы было определенное позитивное ощущение от того, чем вы занимаетесь, да, от фондового рынка. Если постоянно все только складывать, складывать, ничего себе абсолютно не покупать, но может даже какие-то вещи, ну, которые вы бы, ну, не готовы, да, были купить, но вот тут прилипло денег, почему бы и нет. Нужно себя все-таки как бы радовать, иначе все это превратится в рутину, уже не доставляющую никакого удовольствия. А любая работа, да, любое дело, которым вы занимаетесь, помимо всего прочего, еще и удовольствие должно приносить. Хотя очень много вопросов по поводу твоей машины, и ты сам виноват, ты же сам постоянно из нее въездил. Ну, ты, Андрей, там пишешь, почему-то это кроссовер, но вообще-то это рамный внедорожник. Кроссоверы не бывают рамными. Это я на всякий случай, чтобы тебе по голове не дали, сейчас наступают смутанные времена, я занижаю. Ты мне должен спасибо сказать. Я говорю, ребята, там привод только на одну ось, там только база, там очень... Там нет двух колес, там все такое проще. Ну, все правильно. Только чисто ради твоей безопасности, Сережа. Если ты хочешь говорить, ты говори. Значит, у тебя рамный Сузуки, Джимине. внедорожник рамный. Да? Андрей, если я брать. Ну, серьезно, назови марку. Паджеро Спорт. Какую комплектацию? По максималке. По максималке. И ты, значит, брал по параллельному импорту сразу сменил все жидко-технические. Да, на них нужно менять, вот, потому что антифриз, как выяснилось, когда я заехал в Рольф, мы замерили антифриз, и антифриз там был рассчитан на плюс, ой, на минус, ну, на, короче, да, на минус 22 градуса. А для наших широт, ну, есть у них там антифриз, который вот шел на Россию, на северные страны, это на минус 50. И сколько стоит сейчас Паджерик? Слушай, ну, я его брал за 3,70, вот, сейчас он, сейчас он стоит 4 плюс. Угу. А у дилера он стоит 5,506. То есть, ты знаешь. Я его брал как на бирже. Когда рубль укреплялся, да, было уже понятно, была очень высокая вероятность, что рубль идет к отметке там 50 плюс, это было ровно год назад, кстати, практически. Нет, в это время именно вот в этих числах он еще был 60 плюс, по-моему, и уже к концу июня, я брал в конце июня, вот, рубль уже шел туда. Я смотрю эти объявления и прям они, новые завозы, прям снижаются в цене. Там 100-200 тысяч, ну, и, в общем-то, я прям по низу рынка максимально, вот, как на рынке купил по техническому анализу. То есть, я правильно понял, вот, лиса рулит, она дерет большие бабки, а ты знаешь другие способы, как по параллельному импорту купить дешевле? Ну, у лисы в зависимости от машины, да, где-то в зависимости от уровня, да, машины, от 100 до 500 тысяч выше, чем у других продавцов. поэтому вот как-то вот так вот. Понятно. То есть, ты можешь мне посоветовать, если чего, там как-нибудь, я по параллельному импорту какой-нибудь захочу Chevrolet Cobalt, ты мне посоветуешь, где купить? Ну, я тебе, да, могу дать наметки, а ты уж там сам будешь разбираться. Ладно, все, спасибо большое за интересное интервью, Сергей, я надеюсь, что в следующем раз будет все-таки сильная движуха, и мы с тобой поговорим побольше по рынку, когда будет движуха настоящая. Да, спасибо, Андрей. Спасибо.